В эфире новости Дагестан, в студии Зухра-Алеева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. В беде своих не бросаем. Из Дагестана в Курскую область доставлена партия гуманитарного груза с продуктами питания и водой. Скоро в школу. О готовности образовательных учреждений к новому учебному году говорили на совещании под руководством премьер-министра Абду Муслима Абду Муслимова. Три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. С таким результатом свое выступление на Олимпиаде в Париже завершили дагестанские вольники. В Дагестане за один день погибли 8 человек в результате ДТП. Смертельные аварии произошли в трех районах республики. В Табасаранском районе женщина остановилась у края проезжей части из-за спущенного заднего колеса. Она вышла из салона, чтобы осмотреть поломку. В этот момент автомобиль скатился и опрокинулся в обрыв. Оба пассажира погибли на месте. В Карабудахкенском районе автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Водители и пассажир скончались от полученных травм в больнице. Еще одна авария произошла в Касавюртовском районе, где столкнулись два автомобиля. В результате погибли оба водителя и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан. Наша республика вошла в топ-10 регионов России по качеству дорог. По данным РИА Новости, более 74% магистрали в республике соответствуют стандартам. Лидером же списка стала Москва. За ней следуют Хантамансийский автономный округ и Краснодарский край. Напомним, что в Дагестане продолжаются работы по улучшению дорог, включая реконструкцию ключевых участков трассы Кавказ. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году в республике будет обновлено 53 километра дорожного покрытия. Дорога с комфортом. Автозаправочная сеть ВНК продолжает расширять свои границы. Новый, восьмой по счету АЗС-мультикомплекс уже около полугода работает в Каркмаскале на федеральной трассе «Кавказ». Торжественные открытия посетили наши корреспонденты. Курван Рагимов расскажет обо всех плюсах этой станции. Всегда надежно и качественно. Слогом ВНК отражает важную задачу, которую ставят перед собой в компании. Вот уже 20 лет на рынке и новый мультикомплекс призван стать востребованной территорией сервиса и комфорта для тех, кто в пути. Заправиться и почувствовать все плюсы теперь можно будет на 798-м километре трассы «Кавказ». АЗС расположена возле села Каркмаскала, что на выезде из Махачкалы в сторону Хасавюрта. Были много запросов. Звонили, писали в инстаграм. Хотели, чтобы в эту сторону была ВНК, наши клиенты. Мы смотрим, да, и дальше по России, везде смотрим, чтобы клиентам было максимально удобно. И мы стараемся максимально держать качество, украинское качество, чтобы заправлять наши клиенты, были всегда довольны. Предлагая клиентам максимум услуги удобств, ВНК активно продвигается по принципу «все в одном». Для компании важно предложить клиенту больше, чем просто заправиться. На просторной территории новой станции есть уютная молельная с самовительным комплексом и супермаркет с большим выбором товаров, нужных в дороге. Отдельного внимания гостей заслуживает кофейня, где каждый найдет для себя любимый вкус. Знаете, я ВНК заправляю уже десятый год. Всегда нравится обслуживание, условия для подъехать, выпить кофе, помолиться. Это все условия созданы. И я вообще с удовольствием приезжаю в ВНК. И в вторую очередь руководство большое внимание уделяется спорту, спортсменам и всем людям, которым нуждаются в помощь. Поэтому это очень важно. И то качество, которое они дают людям, туристам, обычным людям, это очень важно. Это мы ценим. Открытие как праздник. Красная лента, теплые эмоции и почетные гости. И этот день стал поводом для встречи старых друзей. Мероприятия посетили представители органов власти, партнеры компании и постоянные клиенты. Если даже на карте посмотреть, как располагается сеть, она достаточно продуманная логистика. И для наших сотрудников, которые ежедневно ездят, заправляются, а также для потребителей, которые и в городе, и для приезжих, и для туристов в том числе. И локации очень удобно. Почти на всех заездах города есть, в центре города есть. Это очень удобно. Локация и логистика хорошо построены. Большое внимание ВНК уделяет обратной связи. Есть свое мобильное приложение. Здесь постоянные клиенты получают бонусы и первыми узнают об акциях и спецпредложениях. Кульминацией открытия стал розыгрыш подарков. Более 50 призов. От утюговых пылесосов до телевизоров, стиральных машин и холодильников нашли своих обладателей. Я пришел поддержать в первую очередь и поучаствовал в розыгрыше. Мне самому было интересно. И, как вижу, я выиграл холодильник. Самый ценный приз. Самый большой приз, да? И подарю себя своей матери. Пускай пользуется. ВНК – один из наиболее узнаваемых брендов в регионе. История успеха начиналась в 2004 году. Чтобы ответить всем потребностям клиентов, для компании всегда было важно искать и воплощать свежие идеи. Технический запуск у нас был пораньше. Сегодня официальное открытие. Девиз нашей компании всегда надежно, качественно. Вот это принцип. Естественно, на сегодняшний день немаловажное значение имеет высокое качество услуг и безопасность наших клиентов. Мы и дальше будем развиваться. Вот то, что вы на наших объектах уже увидите, те же электрозарядные устройства для электроавтомобилей. Это тоже говорит, что мы на сегодняшний день уже должны двигаться и видеть те направления, которые будут в дальнейшем развиваться. Качественное топливо в сочетании с хорошим сервисом. Благодаря такому подходу компания вот уже 20 лет успешно обслуживает клиентов и занимает лидирующие позиции на топливном рынке. Курбан Драгимов, Шамиль Кириасулаев, телеканал ННТ, Кумтаркалинский район. Дагестанцы, проживающие в Киргизии, являются примером сохранения единства и братских отношений между представителями разных национальностей. Об этом Муфти Дагестана отметил на встрече с делегацией из Киргизстана. Один из ее представителей, наш земляк Гасан Гасангусейнов, долгое время мечтал о встрече с духовным лидером республики. Шейх Акмад Афанди в первую очередь поинтересовался у гостей о том, как у них получается вести просветительскую деятельность у себя в республике. Шукру, альхамдуллах, становление ислама идет, происходит до сих пор, до сих пор становление ислама идет. Развал Союза с 1991 года, в то время даже у нас мечети не было. В 1992 году нам клуб отдали в нашем поселке, клуб отдали под мечети. Это девятый хутур называется, да? Да, девятый хутур. Мы ее реставрируем, мы там ее под мечеть сделали. И вот с тех пор, в 1992 году эта мечеть работала, вот два года назад мы построили новую, прямо вот на дороге там. Вот ребята, видишь, которые на дистанции сейчас приезжают. Здесь в Дагестане, ну, хотя мало, чуть-чуть межнациональные вопросы бывают, хотя конфликты не бывают, но кое-как обсуждение. Киргизии этого нет. Я не заметил. Там, поскольку там чуть-чуть далеко от родины живут, наверное, за это сплотились, там я вообще не заметил. Мы остановились у аварца, а нас пригласил Даргинец, корову резал, и нас там кормил. Вот видите, вот такой. Да, да, там. В одном поселке живут, рядом живем. У нас никаких этих разделений нет. Это тоже очень мне приятно. Я часто здесь пример привожу дагестанцев, которые проживают в Киргизии. Здесь я пример привожу. Я говорю, они вообще как одна семья. Дагестан всегда славился тем, что его жители никогда не оставались в стороне от чужой беды и всегда одни из первых приходили на помощь нуждающимся. Очередное тому подтверждение – гуманитарный груз, который был доставлен для жителей Курской и Курской области. Сотрудники благотворительного фонда «Инсан» сейчас находятся там и вместе с представителями Народного фронта. Они доставляют воду и продуктовые наборы пострадавшим. Все подробности у Абдуллы Алиева. Не успела новость о происшествии в Курске разлететься по стране, когда дагестанцы, вновь одни из первых, откликнулись помочь пострадавшим. Благотворительный фонд «Инсан» организовал сбор, и за короткое время были собраны все необходимые средства. Примерно за сутки весь гуманитарный груз был доставлен до пункта назначения. Дело оставалось за малым – распределить его среди местных жителей. От лица нашего большого коллектива, а также от наших земляков, которые сегодня размещены в наших студенческих общежитиях, выразить огромные слова благодарности нашему дружескому дагестанскому народу. Этот гуманитарный груз очень будет нужен в процессе приготовления питания для наших земляков. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призвал регионы России помочь курянам. В это непростое время нами было принято решение сразу организовать гуманитарную помощь. И несколько дней назад мы выехали сюда, выявили потребности, съездили непосредственно в сёла, те, где происходят вот эти вот события, новые столкновения. Там тоже помогли адресно. Мы не бросим свой дом, что бы ни случилось. Так жители сёл Курской области, расположенных на линии фронта, реагируют на всё происходящее вокруг и не сомневаются в благополучном исходе. Можно сказать, что этот настрой поможет им сохранить и своевременная поддержка дагестанцев в лице представителей фонда «Инсан». Огромное спасибо за помощь, что не покидаете нас, думаете о нас. Мы хотим остаться на своих домах, а то уедешь и некогда будет вернуться. Спасибо. Это моя земля, моя дом, мое хозяйство. Я никому не оставляю. Обязательно победим. Я всех, всех вот говорю, кто останется, пускай остается, не боится, ничего не будет. И государство нас не бросит? Конечно, государство нас не бросит. Работа кипит, и никто не стоит на месте. Груз должен быть доставлен вовремя. С гуманитарной помощью нельзя затягивать. Бутилированную воду и продуктовые наборы разводят до пунктов размещения беженцев. А в ответ слышны слова благодарности. Фонд «Инсан» уже узнают и радуются приходу их сотрудников. А вы же в Ростове тоже привозили? Вы просто в Ростове тоже работали? Мы потом ваши... Это прям как паёк такой раздавали? Да, да, да. У нас уже всё налажено. А что туда входит? Туда входит мука, туда входит макароны, крупы, подсолнечное масло, чай. О, супер! Спасибо за гуманитарную помощь. На самом деле, ребят, нам очень тяжело. Да и мы с Суджатской района. Спасибо вам огромное, спасибо. Своих беде не бросаем. Дагестанцы в очередной раз доказали, что эта фраза не просто слова, это образ жизни. Всё это благодаря дагестанцам, которых хочется тоже поблагодарить, что у нас вот такой народ, который всегда откликается, всегда участвует в гуманитарной помощи. Фонд Инсан и все, кто оказывает им содействие в организации подобных поездок с гуманитарной помощью, убеждают людей, что добро есть, а значит, никаким тёмным силам не сломить наш дух. В Доме правительства Дагестана обсудили готовность республиканских школ к новому учебному году. Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании поручил завершить все работы в учебных заведениях до 19 августа, сообщили в пресс-службе Кабмина региона. Премьер-министр особое внимание обратил главу муниципалитетов на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности, а также соблюдение требований санитарных норм и правил. Три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. С таким результатом свое выступление на Олимпиаде в Париже завершили дагестанские спортсмены под флагами других стран. Львиная доля наград завоевана в эти выходные в турнире по вольной борьбе. Лучшими в своих категориях стали Ахмед Тажуддинов, Розамбек Жамалов и Магомед Рамазанов. Так, наши вольники стали обладателями половины наград высшей пробы в этой дисциплине. Бронзовые медали на счету Даурена Куруглеева и Магомед Хана Магомедова. Ранее серебряной наградой в Тэквондо отметился Гашим Магомедов, представляющий Азербайджан. В Махачкале масштабно отметили Всероссийский день физкультурника. Фестиваль спорта «Здоровая нация» объединил сотни жителей и гостей из столицы, предложив им принять участие в самых разных спортивных дисциплинах. Подробности в сюжете моих коллег. С самого утра на городском пляже Махачкалы собрались активные горожане. Фестиваль начался с еженедельной утренней зарядки с чемпионами. Сегодня всеобщий российский праздник, День физкультурника. И всегда, в покое веков, я когда еще был маленьким, я еще помню, все отмечали, наши старшие всегда отмечали этот праздник. И нас, детей, тоже призывали к этому. Конечно, здесь сегодня проходит на пляже очень много массовых мероприятий, поэтому всех еще раз с праздником. После зарядки стартовали спортивные площадки по пляжному волейболу, армрестлингу, плаванию и другим видам спорта. Участники смогли попробовать свои силы в соревнованиях. Приняли участие в данном мероприятии, участвовали в прыжках в длину. Ну вот, ждем награждения. Очень все понравилось. А понравилось мероприятие не только участникам, но и зрителям. Мы отдыхающие из Петского края попали на замечательное спортивное мероприятие. Заплыв детей. Было очень интересно. Мы пожелаем всем заниматься спортом. Удачи! В рамках фестиваля на главной площади столицы также прошла уличная классика. Участие в ней приняли порядка 500 спортсменов, а зрителей более 5000 человек. Воркаут, футбольный фристайл, скетинг, брейк. Все это украсило данное мероприятие. Организаторами мероприятия выступили Министерство по делам молодежи совместно с Минспортом Дагестана и администрацией города Махачкалы. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова